Коллектив учителей одной из школ Сыктывкара обратился в нашу редакцию с просьбой осветить ситуацию, сложившуюся в образовательном учреждении. Учебный процесс там идет своим чередом. Штат педагогов укомплектован полностью. Весной этого года заведение одной из немногих прошло государственную проверку качества образования. Но вот некоторые местные газеты распространяют совсем другую информацию. Якобы половина коллектива массово уволилась из-за конфликта с новым директором, и даже дети устроили бойкот в начале учебного года. Ольга Коняева узнала позицию не только учителей, но и родителей. То, что пишут непроверенные факты, что учителя уходят, плачут, дети срывают забастовку, ведут. Мы прекрасно начали учебный год. 1 сентября замечательный праздник. Дети все довольны в прыжках, в цветах, в бантах, красиво в школьной форме. И учителя точно так же с красивым, приятным настроением. Поэтому не хочется, чтобы нас, учителей, нашу родную школу, которую мы очень любим, вот так, может, некрасиво поливали вот такой грязью. Ольга Петровна Цветкова в этой школе работает больше 25 лет. Менялись директора, заместители, педагоги. Но с таким шумом коллеги уходят впервые. Грустно и печально. Так теперь на душе у оставшихся учителей, как говорят они сами. А все из-за статьи в одной из местных газет. Там появилась информация, что в 31-й школе некому учить детей. Интернет-портал, сославшись на анонимные источники, в красках описал, как новый директор выживает работников. И якобы сразу 24 учителя уволились. Даже с начала учебного года, прошлого года, уволились из этой школы по разным причинам. Когда еще Татьяна Валерьевна не работала. Уволились по разным причинам всего 11 человек, не 24. Уволнялись по разным причинам. Потому что некоторые были приняты на период декретного отпуска. И по возвращении основного работника, следовательно, они должны были, естественно, уволиться. Кто-то получил предложение на должность более высокого уровня. Поэтому они выбрали свой путь, и они уходили. Учитель информатики ушел в армию, двое на пенсию. Кому-то предложили место в школе рядом с домом. Причины ухода 11 педагогов разные. Были, видимо, и такие, кому все-таки не понравилось работать с новым директором. Некоторые сотрудники в бытность предыдущей администрации совмещали сразу пять должностей. Например, учитель труда. Он же рабочий по территории. Он же лаборант по физике, инженер-электронщик. И еще инспектор по труду. А вот заместителя по воспитательной работе как такового не было. Ставку раздробили и поделили между тремя людьми. Вновь пришедший руководитель штатное расписание решил привести в порядок. Может быть, кто чем-то был недоволен. Никто никогда не любил, не любит и не будет любить свое начальство на все 100%. У каждого есть свои эмоции, мысли, обиды, нетопонимания. Это что было, есть и будет. Но до такой же степени, как это все раздуто. Понимаете? Так нельзя. Негодование учителей понятно. Интернет-статья обросла разными неприятными комментариями. Кроме того, последовало и продолжение. Сейчас в ситуации разбираются даже правоохранительные органы и трудинспекция. Родители начали беспокоиться, не пора ли переводить детей в другую школу. Только вот на учебном процессе и качество обучения этот скандал никак не сказался. Разве что порядка стало больше. Поговорив с классным руководителем Селены Анатольевны, она мне заверила, что все в порядке, все хорошо. И вот мы пришли 1 сентября. Полностью укомпультован штат. Все учителя высококортифицированы специалисты. И как бы ничего не потеряли. Управление образования Сыктывкара тоже высказало свою позицию. Коллектив школы – это больше 50 человек. И движение кадров – процесс естественный. Два года назад по собственному желанию уволились 10 человек. В 2015-м столько же. Не стал исключением и этот учебный год. К слову, такое случается в любых организациях. Между тем, по учебному процессу нареканий и жалоб нет. Так что разнесенные на всю округу скандальные новости больше похожи на фантазии отдельных личностей, которые особого рода пресса превратила в очередную сомнительную сенсацию.